Тема, которую мы сегодня начнём обсуждать, мы её запланировали на три наших, ну, условно, вебинара. И будем стараться и на ваши вопросы ответить, ну и, конечно, рассказать то, что уже накопилось вообще в мире, и тот опыт, который вот есть у нас. Я представляю вам доцента кафедры нашей Олега Бухаровича Талибова. Это клинический фармаколог и эксперт, известный в нашей стране по различным аспектам фармакологии. Ну, прежде всего, конечно, клинической фармакологии. Вы знаете, чтобы мы сегодня обозначили нашу встречу как COVID-19 от морфологии к диагностике и к лечению. Поэтому давайте по нашему регламенту и посмотрим. И вначале морфологию, мы сейчас посмотрим ролик, который записал Олег Вадимович Зайротянс, главный патологоанатом, патологоанатом Москвы, имеется в виду главный специалист. Ну и заведующий кафедры патологической анатомии нашего университета, где мы имеем счастье работать в Московском государстве, медико-стоматологическом университете имени Александра Ивановича Ивановича. Помимо изменений легких, и, конечно же, COVID-19 без патологий легких просто не бывает. Другое дело, что это клинически может не проявляться так ярко. Поражаются практически все органы и системы. Причем с чем это связано, предстоит еще изучать. Гипоксия – это тяжелейший повреждающий фактор для многих органов. Дальше гиперкоагуляция, долго говорить не надо. Микротромбы и макротромбы. Дальше гипераргическая реакция иммунной системы. Системная гипераргия. И плюс, как вы все знаете прекрасно, страдают лица старше 60 лет гораздо тяжелее и чаще заболевают. Это больные с многими заболеваниями хронические, которые у них есть. Это коморбидные пациенты и практически все заболевания обостряются, естественно, под влиянием вот этого инфекционного процесса. Что характерно в целом? Это и ДВС-синдром в тяжелых случаях, это и тромбозы эмболии, и у примерно 8-9% сепсис той или иной природы или септический шок, обусловленный не бактериальной инфекцией, а именно вирусной. Вот обратите внимание, это органы средостения, вот множественные геморрагические такие петхиальные явления, петхиальные кровоизлияния, и вот изменения, которые характерны для геморрагического синдрома, при ДВС-синдроме. Ну, как вы видите из этого короткого вступления, мы специально взяли вот главное проявление ковидной инфекции, это патология легочной ткани. Вы видите, насколько она, с одной стороны, полиморфна, с другой стороны, что все это происходит не у здоровых людей, а у коморбидных пациентов с соматикой, ну и, наконец, еще некая агрессивность фармакотерапии. Вот это первый вопрос, который мы сегодня обсудим. Ну и второй, мы коснемся только его коротко, этому мы посвятим одной из наших последующих, можно слайд, пожалуйста. Одно из наших следующих встреч – это то, что опубликовано буквально вот на сайте Минздрава «Порядок госпитализации в медицинской организации». Давайте буквально два слова об этом скажем, что, учитывая, что это совсем последняя информация. Итак, госпитализировать в специализированной клинике нужно пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением нас в нее в состоянии средней тяжести, тяжелой и крайне тяжелой состоянии. Ну, этого не было, да. Госпознальчану госпитализировали всех. Сейчас все-таки нужны определенные критерии. Итак, критерии, начиная со средней тяжести. Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, если в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градусов. Следующие пациенты средней тяжести, не нуждающиеся в ВВЛ, но при насыщении кислорода менее 95%, при температуре выше 38 градусов и по КТ более четверти поражений легочной ткани. Больные в тяжелом, крайне тяжелом состоянии, нуждающиеся в ВВЛ. Все пациенты с COVID-19, если они относятся к группе риска, старше 65 лет и наличие ряда заболеваний, в том числе и хронической сердечной недостаточности, есть онкология, сахарный диабет. Или же проживает с лицами из группы риска. Ну и вот отдельный пункт касается несовершеннолетних. Температура выше 39 градусов или выше 38 в течение 5 дней, дыхательная недостаточность, тихикардия, наличие геморрагической сыпи, судороги, тяжелое обезвоживание, онкология, болезни с нарушением свертывания крови, хронические заболевания люки, болезни эндокринной системы. И если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для лечения на дому. Вот это последнее положение по госпитализации. Мы в одном из наших вебинаров обсудим положение, когда больных выписывают и их уже наблюдение в домашнем режиме. Эта тема отдельная, мы отдельно ее для вас приготовим. Итак, сегодня мы вам это представили в качестве некого анонса, вот то, что появилось совсем буквально вчера сегодня. Переходим к обсуждению той темы, которую мы загавили. Итак, морфологическая ситуация, она достаточно понятна, она полиграя, и, конечно, это откладывает отпечаток на дальнейшую картину. Итак, Олег Бухарович, давайте мы начнем. Можно начать с вопросов? Да, Аркадий Ильич, дорогие коллеги, давайте мы начнем действительно, потому что нам заранее пришло некоторое количество вопросов, и если у вас сейчас есть какие-то вопросы, ну, задавайте, мы их сейчас увидим, и постараемся на них ответить. Я, вопросы, которые пришли заранее, я попытался систематизировать, потому что, когда мы говорим о лечении именно о фармакотерапии COVID-19, мы все-таки должны выделить основные подходы. Первый подход – это вопросы теотропной терапии, то есть это вопросы, собственно, противовирусных лекарственных средств. К сожалению, на сегодняшний день мы должны признать, что у нас нет абсолютно средства, которое бы имело доказанную абсолютно эффективность в отношении вируса SARS-CoV-2, вот, хотя целый ряд препаратов был, что называется, перенацелен с других мишеней на этот вирус, и сейчас эти исследования активно продолжаются. Вот в отношении, значит, сразу же, нужен ли плаквенил? Этот вопрос, который задают, наверное, последние, ну, две недели все в мире, а после того, как ВОЗ приостановило мегатрайл крупное исследование Солидарити именно в рукаве с плаквенилом с гидроксихлорохином, давайте будем называть непатентованное наименование так приличней, и затеяло промежуточный анализ, а мы сейчас вообще немножечко с этим вопросом подвисли. Ну, в действительности очень много было сообщений, что гидроксихлорохин, в особенности в комбинации с азитромицином и с азолидными антибиотиками либо с фторхиналонами, в первую очередь с респираторными фторхиналонами, вызывают удлинение КУТЭ и создают повышенный риск развития тахикардии типа торсадепуант. Сейчас, вот по нашему опыту, потому что мы видим, у нас стационар, в котором мы сейчас находимся, он 100% перепрофилирован в ковид-центр, то есть, по нашему опыту, мы видим, ну, полтора-десятка случаев из, там, нескольких сотен случаев, то есть, трех-четырех сотен случаев применения этой комбинации, мы действительно видели удлинение КУТЭ, мы, правда, ни разу не видели желудочковой тахикардии. Возможно, это связано отчасти с тем, что в Российской Федерации традиционно применяется достаточно низкая доза гидроксихлорохина, то есть, у нас очень такой осторожный подход к назначению гидроксихлорохина, и, опять-таки, пациенты, которые находятся в стационаре, которые получают эту комбинацию, они действительно, у них проводится ЭКГ-мониторинг, в первую очередь, мониторинг коррегированного КУТЭ. Я сейчас не буду забегать вперед, но, по всей видимости, мы должны просто подождать окончания анализа, окончания анализа, в первую очередь, исследования Солидарити, потому что, ну, предыдущие две публикации были не очень в пользу гидроксихлорохина. Ну, вот у меня в этой плане такой вопрос для обсуждения. Означает ли это, с учетом ожидания каких-то доказательств или там какого-то регламента, означает ли это, что все-таки этот препарат, ну, с осторожностью нужно применять все-таки у людей, у которых есть болезнь. Этот препарат надо с очень большой осторожностью применять у людей с предшествующим заболеванием сердца. Опять-таки, с моей точки зрения, эта комбинация, в особенности с азитромицином, она обязательно требует назначения предварительного электрокардиограммы и оценки КУТЭ. И если КУТЭ превышает 480 миллисекунд, то назначение препарата, ну, на данном этапе будем считать… Так, а первый подход – это КУТЭ. КУТЭ. Второй вопрос – это риск гипокалиемии, гипомагноземии. Если пациенты получают диуретики, в особенности, если мы говорим о педливых диуретиках, а сейчас очень много там получают, скажем, пациентов постоянно с ХСМ, с недостаточностью торосимид, то это пациенты уже в группе риска. То есть им нужно определить уровень североточного калия и магния. И если эти уровни снижены, то же самое. Этот препарат, ну, как бы, это достаточно рискованно, потому что польза, откровенный успех от назначения гидроксихлорохина сейчас является достаточно сомнительным. То есть если бы это был спасающий препарат, мы бы пошли на это. Но так, как сейчас, да. То есть вы поймите, коллеги дорогие, правильно, мы сами тоже его назначали, и, в принципе, мы от него окончательно не отказались. Мы находимся сейчас, вот на передовой у нас очень часто меняется мнение, мы получаем все время новые и новые данные. И вот на сегодняшний день, на 27 мая очень взвешенная, очень осторожная позиция. Следующий вопрос, что можно сказать о мифлохине, по телевизору говорят, что он эффективен. Ну, коллеги, все-таки давайте мы, мы как люди с медицинским образованием будем ориентироваться не на рекомендации телевизора, да. Вот. В отношении мифлохина, это такой же противомалярийный препарат, разработанный в свое время в Америке, диодженерик воспрежден в России, и там были получены достаточно многообещающие данные на именно инвитро, то есть на культурах клеток, данные по его применению у человека, пока что находятся в состоянии, не знаю, там готовится отчет, вероятно, пока публикации мы никаких научных о мифлохине не видели, а на телевизор я просто призываю не ориентироваться. Следующий, тоже ссылка на телевизор идет. Вот фавиперавир – это панацея, лекарство найдено, расходимся по вестям, сказали. Оставим журналистам право на… Ну, у людей своя работа. Журналисты – это журналисты, мы не журналисты. Фавиперавир – это препарат, который был разработан в начале 2000-х годах в США, потом его передали в Японию, в Японии он зарегистрирован от гриппа, это инъебитор РНК, зависимый РНК полимеразы. Его сейчас перенацеливают на лечение Сарков-2. Данные были двух исследований в Китае. Изначально там он показал не очень хорошие результаты, но, скажем так, там были в отношении него некоторые надежды, особенно когда его сравнивали с комбинацией лапиновир и ретановир. Почему его начали исследовать дальше? Сейчас проводится несколько исследований этого препарата. Проводится исследование в России, проводится исследование в США, проводится исследование в Бангладеше, из того, что я знаю. Предварительные данные в России были оглашены, исследование второй фазы. На основании этих данных препарат вроде бы продемонстрировал обнадеживающие результаты, и там пошла ускоренная регистрация препарата. Но исследования его продолжаются. Поэтому сейчас, в принципе, файопировир, препарат, который, наверное, будет применяться, по крайней мере, каких-то серьезных побочных эффектов, за исключением гиперургемии, для него не фиксируется, но его еще нельзя применять беременным, я подчеркиваю, это очень важно. Конечно, не панацелуя, но, в общем, возможно, препарат появится. Когда в России зарегистрировали трендосевир? Исследование только начнется в России, по миру его уже зарегистрировали в Японии, в США, и, по-моему, в Великобритании сейчас его регистрируют. Следующий вопрос. Как оцелун, гаверин и прочие орбидолы? Вот так вот формулировка. Как быть с ними? Значит, давайте все-таки разделять. Еще и вопросы пока об этой же группе, алексин. И алексин. А давайте все-таки разделять. Это препарат, на самом деле, это препарат с разным описываемым механизмом действия, с разными вмешениями. Давайте начнем с умифиновира или орбидола. Этот препарат изначально, кстати, достаточно активно изучался, и в Китае они проводили изучение этого препарата, сравнивали, например, с тем же самым файопировиром. Там небольшая была группа, ну, практически различий не нашли, там чуть-чуть, немножечко температура на файопировире быстрее снижалась. Вот. Ну, в общем, сейчас для умифиновира убедительных доказательств его использования нет. И исследования прекратили. Да, да. Вот он сейчас, вот сейчас, как бы от этой молекулы мы сейчас ушли, именно при COVID-19. В отношении ингаверина, кагоцелла, ну, ну, вероятно, там сейчас по кагоцеллу точно совершенно исследование какое-то стартует при легкой форме. Ну, по крайней мере, планируется, я знаю, потому что опять были получены какие-то инвидорезультаты. Но эти данные будут получены очень нескоро. По ингаверину мне такие данные неизвестны. По амексину, ну, такой немножечко, немножечко из прошлого препарат. Никаких данных я не знаю. То есть аргументов для его применения, аргументов за для него нет. Просто чтобы наши коллеги поняли, что мы рассказываем, ну, помимо каких-то собственных ощущений, ту доказательную базу, которая сегодня известна в мире. Да, поэтому, возможно, какая-то индивидуальная чувствительность и существует в каких-то... Возможно, возможно. Это сказать невозможно, но вот так, чтобы это было на уровне рекомендаций доказательных, такого нет. А вот тут сразу комментарий, тут пришла фраза, как ГАЦЛ вызывает бесплодие у мужчин. Извините, пожалуйста, но давайте все-таки опять не путать ситуацию с применением высоких доз ГАСИПОЛа и ситуацию с фиксированным там на целлюлозе ГАСИПОЛом, фрагментом ГАСИПОЛа, который является препаратом ГАЦЛ. Если бы препарат вызывал бесплодие у мужчин, его бы не было. На рынке, поверьте мне, стерилизовать мужчину – это не такое простое занятие с помощью лекарственного препарата. Но опять-таки здесь, я думаю, сыграл роль свой черный пиар какой-то, вероятно, был, я не знаю, полгода назад какие-то жуткие слайды показывали, ну и такой немножечко журнализм. Нет данных, что именно препарат ГАЦЛ вызывает бесплодие у мужчин. Извините, это... Я не поклонник ГАЦЛ, но это просто легенды. Значит, то есть вопрос, какие показания для антибиотиков существуют вот при COVID-19? С антибиотикотерапией, значит, сразу же, да, мы, естественно, это вирусная пневмония, то есть антибиотикотерапия всем больным без разбора, она не показана. Азитромицин, который назначается, он назначается не потому, что он антибиотикозолидного ряда, то есть не как антибактериальный препарат, а как препарат, имеющий по всей видимости, а иммуномодифицирующий, иммуномодулирующий, и отчасти для него описано противовирусное действие. В дальнейшем антибиотики назначаются при просоединении бактериальной суперинфекции, либо у группы риска с развитием такой инфекции, либо там есть еще одна группа пациента, которая получает препараты, резко снижающие иммунитет, это антиинтерликиновые препараты и ингибиторы янускина с первого, второго типа, если у них есть дополнительный риск, то немножечко прикрывает возможность бактериальной суперинфекции, а в первую очередь мы боимся, конечно же, инфицирования у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии с неинвазивной или инвазивной вентиляцией. Вот, вместо антибиотики. Вот еще вопрос. Получил гипарин? В стационаре в течение пяти дней дали антикоргулянты, не назначались, нужно ли принимать хотя бы антиагреганты? Если у вас есть показания для применения антиагрегантов, если вам ранее назначали воплощение там ишемической болезни сердца, профилактической какие-то дозы, то, естественно, нужно. Если речь идет о молодом человеке без дополнительных факторов риска, вообще показаний на реконвалюсенции к антиагрегантам мы не видим. Чем связана эртрология и миалгия? После перенесенной ковидной пневмонии диагноз установлен 10 апреля. 10 апреля от алгимии и миалгии до сих пор. Я не могу сказать вообще, после ковидной пневмонии очень много, вот по опыту, реконвалюсируют достаточно долго. И, возможно, там есть и поражение поперечной полосатой мускулатуры, возможно, поражение суставов, потому что, возможно, какие-то аутоиммунные процессы. Здесь, ну, надо как бы наблюдать, и надо, может быть, через какое-то время сохранить сартрологию, обратиться к ревматологу. Да, ну, безусловно, надо понять, это, может, отдельное заболевание, не связанное с ковидом, но в субботу у нас будет амбулаторный прием, который начнется с правил вообще формулировки диагноза, и особенно диагноза при ковид. И Олег Владимирович Заратянц расскажет, сегодня мы взяли фрагмент только легочной патологии, а он расскажет, какая патология других органов и систем вовлекается в этот ковид. Там будет небольшой фрагмент, касательно суставов и мочек. Может быть, вы услышите ответ на этот вопрос. Вот этот препарат все время задают. Набазит, слушайте, я что-то, может быть, дайте посмотрю, что это такое просто. Я просто посмотрю, что это такое, потому что мы-то его точно не применяем. Набазит, но противовирусный препарат, и не сами едит. Я не готов ответить. Я понял, я слышал об этом препарате, да, именно потому что спрашиваю, честно скажу, не готов ответить. Я так понимаю, не сами едит. Это очередной препарат, для которого подозревается, что он является стимулятором выработки интерферона. Но пока не будет исследования, пока не будет серьезной доказательной базы, мы не станем, например, в нашей практике его применять. Головит. То же самое, да, давний препарат. Честно говоря, коллеги, на самом деле, с головитом немножко вообще некрасивая история была, потому что, с моей точки зрения, по сетям были пущены такие вирусные ролики, знаете, где использовали образ, в том числе и врача, принимающего этот головит. Никаких данных научных в отношении эффективности головита не существует. Я не могу сказать, что он очень опасный препарат, там побочные эффекты для него тоже особо не зарегистрированы. Но, извините, если препарат не исследован и не исследуется, ну, я не вижу аргументов для его применения. Будут исследования, будут данные. Вернемся к этому препарату. Ну, вот учитывая, наверное, ваши ответы по поводу противовирусных препаратов, да, что нет базы доказательной такой солидной. Вот вопрос задают врач, что вы примените. Менять в качестве антипротивовируса. Вы знаете, вопрос действительно вам понятен. Вот смотрите, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда в основном-то у нас самое опасное, это не непосредственно вирусное поражение, а избыточная реакция иммунитета на вирусное поражение. То есть, когда у нас разогнавшийся иммунитет справился уже, по сути, с вирусом, но этот маховик иммунной реакции, он не может остановиться, и у нас иммунитет начинает просто повреждать уже собственные ткани. Вот, собственно, вот развитие поражения легких – это вот такая вот гипериммунная, если угодно, аутоиммунная реакция. Поэтому сейчас мы… А цены другие лекарства? Мы сейчас пытаемся справиться с ней, мы назначаем то, что называется упреждающая противовоспалительная терапия, и занимаемся в основном профилактикой развития цитокинового шторма и острого респираторного дистресс-синдрома. И вот тут мы как раз назначаем антиинтерлекиновые препараты. Биологические препараты. Потом мне пришел вопрос, можно ли применять стероиды. К стероидам было изначально такое очень негативное отношение, а потом все равно все начали применять, и оказалось, что ничего страшного. И, в принципе, я думаю, что стероиды небольшим курсом, очень кратковременно, и в ограниченных дозах, в умеренных дозах, применять можно. Но, в принципе, все-таки мы отдаем сейчас предпочтение биологическим препаратам у тех, кому это возможно назначить, просто потому, что больше избирательность действия. Все-таки давайте учтем, что у нас больные, они тащат за собой кучу всяких болезней. У них антидиабетики, это больные с поражениями слизистой желудка, это больные с остеоартрозом, это больные с какими-то другими инфекциями. С точной недостаточностью. И длительное применение у них стероидов, оно может провести просто к тому, что мы будем потом их лечить от побочных эффектов стероида. То есть короткий курс. Как и вне этой вирусной инфекции, аккуратность со стероидами должна быть обязательно. Это понятно. Вот вопрос про антикоагулянты. Оправдали ли они, действительно их надо применять? О маниах еще даже не заговорили. Да, антикоагулянты, вы знаете, ну, наверное, сейчас в стационарных условиях антикоагулянты назначаются, я имею в виду гепарины, фракционированные в первую очередь, ну или там нефракционированные, если есть почная недостаточность. Они назначаются, ну, почти что всем. И это препарат выбора. Единственный вопрос, дискутабельный, это доза. Кому назначать профилактическую дозу гепаринов, кому лечебную дозу. Но противопоказания, ну, наверное, грубо говоря, два. Активное кровотечение и гепарино-индуцированная тромбоцитопения в анамнезе, тогда мы, ну, надо тогда, не знаю, там, в пользу фондопоринукса делать выбор, но антикоагулянты очень здорово помогли. И именно включение антикоагулянтов в протоколы введения больных по всему миру, наверное, привело к тому, что у нас несколько снизилась летальность при тяжелом течении COVID-19. Вот это запрошено. Есть ли клинические рекомендации назначать антикоагулянтную терапию при вирусной пневмонии? Только тяжелым пациентам интересуют рекомендации на амбулаторном этапе. Вы знаете, я, честно говоря, на амбулаторном этапе не скажу, потому что на амбулаторном этапе тяжелая вирусная пневмония не должна лечиться все-таки. В клинические рекомендации и в рекомендации, в частности, давайте мы в России живем, в Минздрава Российской Федерации антикоагулянты входят, но все-таки выбор антикоагулянтов является прерогативой врача-стационара. Физиолечение. Физиолечение. Вот для реабилитации. Увы, ничего не можем, не могу пока сказать о вопросах реабилитации. Это отдельная, очень большая, очень серьезная тема. Понимаете, мы сейчас находимся в большей степени на том уровне, когда мы в большей степени наше лечение ориентировано на улучшение ближайшего прогноза заболевания. А вот в отношении отдаленного прогноза, я думаю, мы будем думать дальше. И здесь, кстати, уже необходимо помощь уже пульмонологов, которые будут заниматься этими больными. Там существует масса разнообразных методик реабилитации, в том числе для больных с фиброзом. Потому что у некоторых похоже, что будет исход фиброз легочной ткани. То есть, но это уже вопрос к пульмонологам и уже вопрос к реабилитации пульмонологической практики. Тут есть ряд вопросов, посвященных КТ, о диагностике. Я бы предложил такое, Олег Бухарович, как вы смотрите на это, в одной из наших передач, попросить нашего руководителя диагностической службы и компьютерной. Прийти с конкретными компьютерными... Картинками, да. Потому что, вот вы знаете, сейчас у нас очень такой интересный вопрос стоит. Когда мы говорим о КТ, у некоторых больных динамика КТ, она замедленная идет. То есть, они клинически хорошие уже. У них все, их уже ничего даже не беспокоит. У них даже уже сатурация нормализовалась. И, в общем-то, и одышка-то не особо беспокоит. А специалисты КТ все-таки отмечают достаточно несоответствующее положение. И поэтому это было бы очень здорово. Я вам попрошу, как раз разные варианты. Да, это было бы круто. И все вопросы по поводу КТ мы оставим на следующий. Ну и тут есть клинические случаи. У меня был пациент, который в сентябре 2019 года перенес пневмонию левостороннюю нижнедалевую. На КТ отмечают часовые стекла. В марте сделаны контрольные КТ. Часовые стекла сохраняются. Афтизиатры, пульмонолог. Вот еще диагноз не могут. Доктор, я думаю, что речь идет, во-первых, матовые стекла, а не часовые стекла. Давайте уточним. Во-вторых, речь идет об односторонней пневмонии для вирусной пневмонии. То, что мы видим, это практически все время двустороннее поражение. А третье, матовые стекла, это не является сверхспецифичным признаком COVID-19. Матовые стекла, это просто признак того, что в легких происходит пропотевание жидкости вальвеолы. И такие достаточно мягкие изменения на компьютерном томограмме бывают. Видны. Здесь надо обследовать причин масса. Официально все-таки COVID-19. Я понимаю, что у нас, понимаете, у нас в стране очень многие люди хотели думать, что мы все болели в прошлом году этой болезнью, там, я не знаю, в январе этого года. Да нет, ребята, это чем-то другим мы болели. Как показала практика, это был не COVID-19. Надо этим больным заняться. Да, его надо обследовать. Может, бронхологически. Да, через какое время надо начать контрольную КТ? Я думаю, что там контроль через месяц, если вы назначите, но мы все-таки поговорим со специалистами здесь уже. У нас есть какие-то вопросы остальные? Давайте пробежимся по вопросам просто. У меня уже все пробежалось. Вопрос про тромбоцитопения у пациентки. Тромбоцитопения является одним из признаков COVID-19 на самом деле. То есть там снижаются и нейтрофилы, и лимфоциты, и тромбоциты могут снижаться. И если вы укладываете это в клиническую картину COVID-19, то разрешение тромбоцитопении на расстояние тромбоцитов – это будет как раз-таки хорошим, благоприятным признаком. Другой разговор, что причина тромбоцитопении, только COVID-19 не ограничивается. Это может быть и… Тут надо провести, конечно же, дифференциальную диагностику. То есть если пациентка выходит, если нормализуется белая кровь, если растут лейкоциты, если растут лимфоциты, а тромбоцитопения сохраняется, ну, здесь надо уже искать причину тромбоцитопении. Возможно, она не связана с вирусным поражением, с вирусной инфекцией. Чем обусловлены анасмия? Ну, мы на эту тему уже говорили с неврологом, да, и подробно. Посмотрите, там был очень хороший вебинар с профессором Максимовой. Да, там очень детально было оценено вот эта вся иннервация и почему именно так происходит при ковидной инфекции. Есть объяснение этому? Да, субфибрилит, ваше мнение по поводу плазмы у реаконвалицентов. Ну, вот у нас, собственно, опыта по плазме нету, именно плазмы реаконвалицентов. Сейчас это проходит изучение. В принципе, эта методика, она уже, ну, предварительно оправдывает себя, но к ней надо относиться очень и очень осторожно, как и любой биологической методике. Известно, что фиброз легких в первую очередь связан с активацией свободно-радикального окисления, что применяется в качестве антиоксиданта. Извините, ничего. Это, ну, как бы слишком механистичный взгляд на развитие фиброза легких. Фиброз легких в первую очередь, с моей точки зрения, связан непосредственно с поражением и иммуно-токсическим, именно иммунным поражением легочной ткани, то есть физическим уничтожением структурированной легочной ткани и замещением ее в каких-то случаях по тяжелых поражениях рубцами. Опять антиоксиданты, ну, никаких... Я вообще не очень понимаю, что такое антиоксиданты. Давайте там конкретно говорить, если мы говорим, на какой именно участок оксидативного стресса действует тот или иной препарат. А когда мы говорим про препарат, что это просто антиоксидант, это значит, что мы не можем описать его механизм. Это моя личная точка зрения, извините. Как этот вопрос? Если у вас опыт применения нетокимаба. Вот конкретно нетокимаба у нас нет, но, в принципе, я, насколько помню, нетокимаб – это тоже интерлекин-6 препарат. Это препарат, по-моему, биокадовская разработка. Насколько я знаю, идет исследование с нетокимабом. Нетокимабом сейчас в России. И первое исследование уже завершено. То есть чисто теоретически это, наверное, оправданный препарат. Потому что сейчас мы со всеми биопрепаратами, таргетными молекулами приходим к этим больным. По крайней мере, острое воспаление нам задавить таким образом удается. Ну, ряд вопросов по поводу контрольных исследований, кровь и прочее. Все изложено до деталей, методической рекомендации Минздрава, Департамента охранения Москвы. И строго мы их соблюдаем во всех лечебных учреждениях. Это комментировать не надо, потому что там все прописано. Все дни определены. Более того, когда пациент поступает в отделение, ему уже определенный план выстраивается, где отмечается, на какие сутки повторять что. Так, что можете сказать о применении калетры? Ну, препарат, который изначально, чуть ли не самый первый противовирусный препарат, был перенацелен на лечение COVID-19. Это комбинация лапиновира и тоновира. Если мы посмотрим данные, то не панацея данные исследований. И в каких-то подгруппах, в очень тяжелых пациентах он вроде бы вызывал улучшение прогноза. Сейчас препарат очень тяжело переносится. Препарат достаточно непростой в плане возможных взаимодействий, потому что входящий состав литонавир очень сильно ингибирует печеночный цитохром, цитохром 3А4. И поэтому препарат, к нему надо очень относиться в плане возможных взаимодействий. Применять опыт его применения есть. Очень сильно похвастаться не могу, что он очень сильно помогает. Сейчас постараемся применять комбинации с интерфероном 1А. С интерфероном 1А, извините. С интерфероном 1А. Возможно ли назначать 3А4 при начальных симптомах уровень это ожидается развития заболеваний? Ну, еще один препарат теоретический, эффект его понятен, это еще один дефектный нуклеотид, тоже надеемся на ингибирование МК-зависимой РНК-полимеразы. Для этого препарата просто пока не очень, нет свидетельств эффективности, потому что он опять-таки не изучен, а препарат не выходил, насколько я знаю, российский препарат, чисто российская разработка, препарат не выходил на международный рынок и поэтому не подвергался серьезным исследованиям. Какие-то регионы, я общаюсь со своими коллегами, какие-то регионы его закупили. Вреда большого от этого препарата мы не ждем, в отношении эффективности у нас нет подтверждающих данных, поэтому мы, например, его не применяем. Ну, такой это чисто клинический вопрос. Пациент 46 лет, жалоба на сухой кашель в течение последних 2,5 месяцев. Затрудненный вдох, не курит, сдавал антитела к ковиду. Положительный тест. Титры антител в нашем городе пока не смотрят. По ФВД индекс ТЕФНО 0,7. По КТ легких, фиброзные изменения. Чем лечить? Теотропин назначает ли в данном случае отхаркивающие без эффекта? Да. Ну, надо, конечно, диагноз поставить. Я не думаю, что здесь каким-то образом 20,5 месяцев уже тянется история. Да. Здесь есть фиброзные изменения. Какие это фиброзные изменения? Диффузные, недиффузные? Что это за фиброзные изменения по результатам КТ? И есть какие-то проявления бронхоспазма. Ну, надо посмотреть, что все-таки есть из провоцирующих моментов. Может быть, есть какие-то триггеры для этого бронхоспазма, потому что тут вот хрипы есть, и одышка есть, и фиброзные изменения. Да, мне бы, я бы вот так, чисто не видя, не знаю пациента, я бы ему все-таки профилактически бы назначил терапию от комбинации бронхолитиков с кортикостероидами. Я думаю, что здесь, во всяком случае, даже если у него положительный тест, у него вот это вот все не связано с коктейзом. Это легочный хроник, да, я совершенно согласен, мы лечим как обычного легочного хроника, да. То есть, по сути, ну, у нас есть там стандарт, какой, гол, да, для лечения хоббл. Если, ну, тот хоббл 46 лет, курит, может быть, это еще не хоббл, а может быть, это астмур. Может быть, это триггер, если есть что-то, короче, хоббл, астма, не мешало бы для начала писать пробу на обратимость обструкции в опуске коллекции бетамола, например. Ну, в любом случае, здесь акцент на бронхолитическую терапию, наверное, в комбинации с кортикостероидами. Ну, если есть возможность дать мокроту, посмотреть, может быть, что-то там высеется еще в мокроте. Вести по левочному брену. Какие бы вы дали рекомендации для профилактики контакта? Контакт, да. Я бы дал такую простую рекомендацию, минимально, не рисковать, не заниматься самолечением, и вообще минимально пытаться вмешиваться. То есть, если... У нас, увы и ах, у нас, опять-таки, данные исследования с гидроксихлорохином для профилактики, они не дали очень хороших результатов. Вроде бы были оглашены. Заболеваемость не изменилась у тех, кто пил, у тех, кто не пил. Гидроксихлорохин, ну, может быть, у тех, кто пил, когда не заболел, у тех, кто заболел в итоге, там чуть мягче протекала болезнь. Поэтому, честно говоря, стандартные меры, там, я не знаю, нормальное питание, нормальный сон, витамины, потому что избегать вот тех всех факторов, которые просто подрывают иммунитет, избегать стресса. Ну, вопрос, посыпал бронхолитикам после выписки, да, для долечивания, и ингаляционные кортикостероиды. Ну, при нетяжелой пневмонии, после выписки из больницы. И смысл, нет смысла их отменять. Да. То есть, если... Единственное, одна есть проблема, с которой мы сталкиваемся чисто практически у астматиков, то есть, если кто-то пользовался дозированными ингаляторами, возникает проблема, ну, вот сделать форсированный вдох. Вот именно на высоте заболевания. И тогда... Да, мы тогда уходим на небулайзер. А так, в принципе, наоборот, есть рекомендации для большинства препаратов, для хронических больных, ни в коем случае не переигрывать схему ведения, чтобы не допускать ускальзывания уже достигнутого терапевтического эффекта. И у вас вопрос, наверное, последний по беременным. Лечить не тяжелую ковидную инфопинаду. На дому легкая степень, конечно, можно, господи боже, домой наоборот. Ну, если легкая степень, какие у них показания для госпитализации в стационарах, если не осложненное течение? Как лечить? Необходимо... Значит, я сейчас вот не возьму на себя ответственность. Я думаю, что, опять-таки, если мы говорим о легком течении на дому, я думаю, что, в принципе, лучше минимизировать вообще фармакотерапию в этой ситуации. Просто минимизировать. Потому что это легкое течение, огромное количество людей. Понимаете, когда мы говорим о легком течении, мы ведь, по сути, это как ОРВИ. Вот мы про все ОРВИ раньше говорили. Ребята, не трогайте. Там мобильное питье, свежий воздух, я не знаю, и оно пройдет у вас само. Симптоматическая терапия там какая-то. То же самое, я думаю, то же самое. Здесь мы просто боимся тяжелого течения. Вопросов больше нет. Коллеги, мы, наверное, завершим. Пожалуйста, если у вас возникают вопросы, пишите нам на сайт. Все у вас. Адрес есть, и будет тоже на врача. А в ближайшем, в ближайшем нашим новым встречам мы вам сообщим. Наверное, это будет начало следующей недели. И у нас несколько будет вопросов, которые, в том числе, прозвучали сегодня. Это КТ-картина, и это ведение пациентов вот после выписки. На эту тему мы и подготовимся, и вам постараемся рассказать. Олег Пухаревич, спасибо вам. Спасибо, дорогие коллеги, и будьте все здоровы. Всего вам доброго. Завтра новый день, который мы начинаем в 11 утра.